Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сёстры! Данное своё видео я хочу посвятить, нет, не Азеру, так как с Азером Мамедовым я тему полностью закончил, так как я считаю, что если человек в столь уважаемом возрасте так ничего и не понял, то глупо ему что-либо объяснять, пускай живёт в своих фантазиях, пускай. Я закрываю с ним тему, а данное своё видео я хочу посвятить теме, которую уже поднимал пару раз, «Это грузино-армянские отношения». Эту тему я поднимал последний раз, когда обращался к агенту, но в этот раз я хочу посмотреть на данные отношения немножечко с интересной стороны. Знаете, меня всё время удивляет. Вот армяне говорят, что Абхазов и Осетин, мол, поддерживала только малая часть армян. Возможно, возможно. Мол, а большая часть армян поддерживала целостность Грузии. Так выходит. Допустим, хотя это под большим вопросом, но, допустим, это было так. К тем армянам, которые воевали на стороне Абхазов и Осетин, сейчас нужно прибавить тех армян, которые требуют отделения Джавахетии. А это уже получается гораздо большее количество. Давайте прибавим армян, которые хотят, чтобы Грузия отдала Армении часть своих церквей. То есть количество ещё большее. Вот этих армян, которые не считают, видимо, грузин забратьев. Ну и последнее, что меня особенно удивляет, вот просто поражает. До слёз поражает, я вам скажу честно. Это то, что президент Абхазии, президента Абхазии встречают как политического деятеля в так называемом Арцохе. Кроме этого, он приезжал в Армению, где его тоже встречали как политического деятеля, хотя такого понятия, как президент Абхазии, не существует. Так как это непризнанная толком республика. Так же, как и Южная Осетия. Мало кто признал эти республики. Но, тем не менее, их именно в Армении и именно в так называемом Арцохе встречают как именно президентов. Ну так вот, у меня вопрос к армянам. Если вы, армяне, считаете грузин своими братьями, то что же вы выражаете свое возмущение, когда Армения встречает абхазского так называемого президента как политического деятеля? Почему вы не возмущаетесь, когда Армения встречает южно-осетинского президента в кавычках президента на политическом уровне? Почему вас это не ужасает? Почему вас не ужасает, когда в Карабахе принимают вот этих двух в кавычках президентов на государственном уровне? Если вы с грузинами братские народы, то вас должны это возмущать, вы должны выходить на митинги, говорить, мы не хотим их видеть, мы не признаем их, но армянский народ молчит, точнее сказать, хайский. Я иногда сам сбиваюсь, потому что это не армяне, это хай. Все молчат, так в чем же ваше братство с грузинами, если все молчат? Ни один армянин не высказал свое возмущение. То есть вы за разрушение Грузии? Так выходит? Или я в чем-то не прав? А теперь я хочу обратиться, нет, прежде чем обращаться к грузинскому народу, я хочу кое-что показать. Таких статей очень много, если открыть в поисковике президент Южной Осетии в Арцахе, президент Абхазии в Арцахе, очень много возникает сайтов, армянских сайтов. Я не хочу показывать, я чуть-чуть покажу. Вот, президент Нагорного Карабаха поздравил президента Абхазии. Идемте дальше. Карабах и Абхазия планируют открыть свои представительства в двух государствах Габния. Президент Нагорного Карабаха выразил готовность к сотрудничеству. И никто не возмущается этому. Вот этим заявлением, этим статьям это нормально, да, выходит. И после этого армяне говорят, мы братья грузины, мы ой, какие братья. Не верю. Да и никто не поверит после вот таких сайтиков. армянский сайт, армянский сайт, южно-осетинский сайт, это чтобы вы не сказали, что это азербайджанские сайты. Вот тоже сайтик президента республики Абхазия. тоже. Что же никто из армян не возмущается? Вот вы мне объясните. Армяне сейчас должны требовать закрытия этих сайтов. Должны возмущаться, когда президент Абхазии приезжает в Армению как политический деятель. Но все молчат. Единственное, что на месте Абхазов я бы не радовался. Да, Абхазы уже не радуются, там уже были митинги, все это знают, что Абхазы возмущаются за заселение Абхазии армянами. Я вам скажу, чего добиваются армяне. Я вначале хочу обратиться к Абхазам. Хотите, я вам скажу заранее, что хотят армяне? Они хотят отхапать Джавахетию. Затем они займутся Абхазией, так как к тому времени, как Джавахетию они попытаются через Россию отхапать, в Абхазии уже будет большинство именно армян. И армяне проведут референдум, как они это делали в Нагорном Карабахе. И при этом сделают так, что вы, Абхазы, окажетесь пришлыми. Они будут про вас так говорить, что вы пришли, а армяне жили всегда в Абхазии. Потому что мы через это проходили. то есть армяне вас поддержали не потому, что они вас любят. Им надо было отделить вашу землю от Грузии. И они это сделали. А теперь будут добивать вас. Теперь я хочу обратиться к грузинскому народу. Дорогие грузины, у нас с вами тоже бывали минуты, когда мы скажем так, стал, когда нас сталкивали. Зачастую именно сталкивали, учитывая, что большую часть времени мы жили как именно братские народы. Нас просто любили провоцировать. Это было. Но в тяжелую минуту мы приходили друг к другу на помощь. И вот сейчас я обращаюсь к вам, грузинскому народу. Дорогие грузины, не верьте, ни в коем случае не верьте в братские чувства. Я не говорю армянского народа, я говорю Армении. потому что я прошу вас всегда помнить историю Азербайджана в отношении и в особенности в отношениях с Арменией. Армения тоже клялась в братских чувствах к Азербайджану. Чем это закончилось, вы это знаете. Вы надеюсь помните чем как какой кровью нам обошлось дружба и любовь армян к нам в 1918 году и как обошлось нам любовь вот этих же хаев уже в конце 80-х начале 90-х. Поэтому ни в коем случае сейчас армянский президент начнет ездить к вам чуть ли не каждый день. не верьте. Не верьте. Дорогие мои грузины. Это ролик короткий. Просто хочу пожелать грузинскому народу так же как и нашему народу возвращения наших территорий именно мирным путем потому что желательно мирным путем потому что опять-таки крови никто не желает но если некоторые страны так и не поймут то рано или поздно нам придется возвращать эти земли военным путем хотя я опять-таки не желаю ничего плохого абхазскому народу осетинскому народу но я опять говорю точнее сказать не говорю я хочу задать абхазам и осетинам один вопрос что это вам дало что вы стали богаче не думаю вы стали жить лучше не думаю а вот то что вы стали под пятой россии это уж точно и под пятой армении во многом это правда вот вот и все всем счастья всем удачи хорошим людям именно хорошим мирного неба побольше улыбок до в камерам пока 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 пока